Спорт и грепплинг, объединяющий различный стиль борьбы, становится все больше популярным в Ингушетии. Грепплинг в регионе развивается уже давно. Воспитанники наших тренеров не раз доказывали свое мастерство на межрегиональных и всероссийских турнирах. Сегодня мы находимся в физкультурно-оздоровительном комплексе в сельском поселении Аль-Юрт. И борьба здесь в прямом смысле не шуточная. Грепплинг – это не просто большие нагрузки и желание спортсменов стать известными. У ребят расписан каждый день. Только так можно рассчитывать на победу, быть готовым к любым соревнованиям и нарабатывать опыт для дальнейшей спортивной карьеры. Три схватки прошло отлично. Соперники сильные, хорошие ребята, подготовленные. Турнир проходит отлично, подготовили все шикарно. Зал хороший. Как и у каждого спортсмена, цель стать первым. Выиграть. Отвести домой медаль. Этот вид спорта в Ингушетии развивается очень большими темпами. Подтверждение тому – яркие и зрелищные поединки юных бойцов. Акромат Евкуров, клуб Ади Ахмат против Салмана Бокова, Магаз. Первые секунды и акромат проводит бросок, переводит соперников партер и удушающий. Месяц так готовился примерно. Еще здесь месяц, неделю-две назад здесь тоже выступал один раз. Тоже выиграл. Соперник был очень хороший, ни разу остался делать мне болевой. Я его удушил. Болевой удушающий бросок спортсмены на ковре выкладываются во всю силу. Хороший зацеп, далее перевод в партер и прием треугольник. Менее минуты понадобилось, чтобы решить исход схватки. В весовой категории 56 килограммов Ахмед Хулухаев вырывает себе очередную победу. С 6 лет занимался вольной борьбой. И сейчас М1 занимаюсь. Выезжали из Чеченской республики. Там был, ну, одержал победу. Пожалуй, в самой зрелищной и эмоциональной схватке весовой категории 56 килограмм сошлись два прошлогодних победителя – Элисхан Ажигов и Рамазан Арапиев. Оба борца не раз становились на высшую ступень педестала почета. И этот поединок стал одним из долгожданных среди болельщиков. Наш брат Ажигов, Элисхан, мы пришли поддержать его. Он долго тренируется, хороший боец. И вот ожидания болельщиков увенчались успехом. На 42-й секунде Элисхан провел болевой на руку своему сопернику. Одновременно на двух коврах проводятся поединки в возрастных категориях юниоры от 10 до 16 и юноши от 18 до 19 лет. Как заявляет президент федерации грепплинга Ингушетии Абти Индиев, высокая конкуренция наблюдается в весовых категориях 62, 66 и 71 килограммов. У нас гости с северной осетии Алани, Кабардино-Балкарии, Чеченской республики. Ребята представлены очень колоритно. Поединки получаются эмоциональные, напряженные, ребята хорошие, опытные, подготовленные. Цель очень простая – это подготовить ребят к более серьезным соревнованиям. По мнению главного судей, ребята хорошо выкладываются на ковре и показывают красивые схватки. И практически каждый второй спортсмен уверенно может претендовать на победу даже на всероссийском уровне. Очень хорошая команда проехала с Кабардино-Балкарии. Очень хорошие грепплеры. Вот они сейчас пока идут без поражений. Наши ребята тоже, можно сказать, подготовились хорошо. Такие, как Султыгов, такие, как Шабила Владом. Ну, что можно сказать. Главное, у нас все идет без травм. Спортсмены подготовлены. Вследствие этого у нас минимизированы травмы. Бригада судейская работает отлично. Эти соревнования – своего рода осмотр. Обладатели золота и серебра отправятся за медалями на первенство из КФО. Руслан Албогачиев, Рамзан Мержоев, Новости 24.